Знакомьтесь, гимназия нового поколения Адель. Здесь ваши дети получат полезные знания, аттестат о полном среднем образовании государственного образца, а еще все учителя мусульмане, и они дадут вашим детям исламские ценности. Если вы думаете, что наша гимназия находится вот в этом здании, то вы ошибаетесь. Это всего лишь красивое здание за моей спиной, а наша гимназия, она полностью в онлайне. Да, вы не ослышались, полностью онлайн. Теперь официальное российское образование доступно с любой точки мира. Вы и ваши дети можете находиться где угодно, лишь бы чтобы у вас был доступ к интернету. При этом ваши дети юридически будут учиться в официальной российской государственной гимназии. Они получат, как и все на выходе, аттестат государственного образца, такой же, как и в обычной школе. Но сидеть для этого в классе внутри четырех стен им больше не придется. С недавних пор, благодаря изменению в законодательстве, у всех появилась возможность перейти на офлайн-обучение. Во время ковида миллионы семей по всей стране начали обучаться на дому, и это уже стало нормой. А для нас, мусульман, которые отдают своих детей в обычные российские школы, и там, к сожалению, возникают всевозможные проблемы и серии «платок нельзя», «молиться нельзя», «то нельзя», «это нельзя», для нас, мусульман, такая школа – это, конечно же, идеальный выход из ситуации. В онлайн-школе наши дети могут получить стандартную базу светского образования, при этом их религия никак не пострадает. Знаете, многие родители не обращают на это внимания, но нам на самом деле нужно учитывать то, какие последствия влечет за собой окружение наших детей в обычных школах. Ни для кого не секрет, что сегодня дети в российских школах, уже начиная с ранних лет, могут ругаться матом, сквернословить, делать довольно плохие вещи, пошлые вещи, о которых мне даже стыдно сказать. И к девятому классу целомудренных девочек в школах сегодня практически нет. Тащак ювыдирим. Если ваши дети учатся с такими детьми, как вы понимаете, это бесследно не исчезает. Ваши дети также неминуемо попадут под их влияние. Как сказал пророк Мухаммад, человек в религии своего друга. И многие родители думают, что с их детьми такое не случится. А потом они удивляются, почему их ребенок курит, пьет, ругается матом, или даже приводит домой девушку или парня. Все это, дорогие мои, влияние, окружение, которое очень тщательно нужно выбирать для своих детей. Я не знаю, смотрят ли вы мои влоги или нет. Я говорил в одном из видео, что у меня появилась супер крутая идея, и я переезжаю в Стамбул, чтобы ее реализовать. У меня возникла идея, и я хочу реализовать очень большой проект. Так вот, моя идея заключалась в том, чтобы открыть для детей и мусульман онлайн-школу нового поколения, где наши дети будут защищены от зла и скверного влияния стандартных российских школ, под которые в свое время попал я лично сам, и я думаю, вы тоже. Я хотел создать такую школу, где нашим детям дадут полезные, актуальные, современные знания и навыки без пропаганды, атеизма, безбожьей и прочей ереси. И где учителя будут практикующими мусульманами, которые любят ислам, любят детей мусульман. И я мечтал создать такую школу, и я посоветовался со своими друзьями, я посоветовался со своими родителями, с семьей и так далее. И все они одобрили мою идею, и я поехал осуществлять ее в Стамбул. И как вы понимаете, для осуществления такой большой цели мне нужны были, во-первых, деньги, очень много денег, во-вторых, мне нужно было найти подходящие кадры, профессиональных преподавателей, согласовать с ними программу обучения и многое-многое другое. Короче говоря, мне предстоял довольно длинный и долгий путь. Но, как говорится, у нас свои планы, а у Аллаха на нас свои планы. И Аллах решил облегчить мне мою задачу и познакомил меня с прекрасными людьми, которые уже более 20 лет занимаются образованием мусульманских детей, и у которых уже давно есть не то, что школа, а у них есть полноценная официальная российская гимназия. Единственная проблема, о них мало кто знает. Поэтому сегодня я решил познакомить вас с этой гимназией и снял специально для этого небольшой ролик. Бисмилля. Ассаляму алейкум, уважаемые родители и ученики. Давайте знакомиться. Вы находитесь на странице онлайн-гимназии Адель. Адель – это официальная государственная гимназия. Поэтому здесь вы можете получить полное среднее образование с выдачей российского государственного аттестата. И после выпуска вы можете также продолжить свое обучение в высших учебных заведениях России. Главным плюсом гимназии является то, что здесь каждый урок – это путешествие в мир научных знаний в сопровождении учителей, которые являются не только высококлассными специалистами своего дела, но и носителями исламских ценностей. И именно эти ценности они прививают своим ученикам. Все уроки начинаются с восхваления Аллаха. Учительницы покрыты. Мальчики и девочки учатся раздельно. Все это – мечта, которой не было у нас, но которую сегодня гимназия Адель может дать своим ученикам. Теперь давайте я вам расскажу, что такого особенного в этой гимназии и почему ее выбирают осознанные родители. Во-первых, для руководителей гимназии Адель образование – это не бизнес, это призвание. Поэтому, отдавая детей в эту гимназию, вы должны понимать, что состав руководителей – это высококлассные профессионалы со стажем в сфере образования более 20 лет. Это люди, которые посвятили всю свою жизнь обучению детей. К примеру, директор гимназии Александр Алексеевич Любимов, у которого высшее педагогическое образование. Он имеет колоссальные знания и опыт в сфере образования. Он долгое время возглавлял российский лицей в должности директора. Благодаря высоким достижениям он был избран членом делегации Министерства образования в США и ездил по обмену опытом и повышению квалификации в Америку. Более того, Александр Алексеевич в своем профессиональном росте дошел до такого уровня, что его приглашали для обучения директоров и учителей школ Москвы и московских областей по методам повышения уровня образования. Все преподаватели гимназии Адель являются профессионалами своего дела и их выбирает личный директор. Во-вторых, как мы видим, мир очень быстро меняется. Мы живем в эпоху цифровизации, поэтому мы должны уже сейчас готовить наших детей к вызовам современного общества. К примеру, сегодня 78% работодателей в IT-сфере, как, например, Google, Microsoft и так далее, при приеме на работу, они ставят мягкие качества специалистов выше, чем профессиональные навыки. Что значит мягкие навыки? То есть навыки креативности, творчества, способности создавать интересные идеи, навыки коммуникации, умение донести свою точку зрения, работать в команде, критическое мышление, умение анализировать причинно-следственные связи. Все это те навыки, которые будут актуальны в ближайшем будущем, и обучение этим навыкам органично вплетено в образовательную программу гимназии Адель. То есть гимназия старается развить в учащихся такие знания и качества, которые реально пригодятся им в жизни, а не просто наполнить их бесполезными фактами для выполнения какого-либо там регламента. Одной из самых сильных сторон гимназии – это математика. С развитием IT-технологий и увеличением спроса на специалистов, способных к решению задач вычислительного характера, математические навыки сегодня становятся все более и более востребованными. Поэтому в гимназии Адель увеличены часы занятий по математике, и в целом эта дисциплина в приоритете. В случае непонимания учеником отдельных моментов или возникновения затруднений в усвоении материала, учитель отправляет ученика на индивидуальные занятия к опытному тьютеру. И тьютерами в гимназии работают исключительно учителя высшей квалификационной категории. Также в гимназии Адель учащийся проходит обучение самым востребованным на сегодняшний день языкам – арабский и английский. И в отличие от большинства школ, гимназия Адель разработала уникальную систему, которая в разы эффективнее стандартного подхода. Во-первых, она предусматривает малокомплектные разноуровневые группы с переводом из группы в группу в зависимости от успеваемости и усвоения материала. Во-вторых, особый упор делается на разговорную практику, и для этого в гимназии дополнительно создан разговорный клуб. А еще для того, чтобы дети смогли выйти за рамки своих возможностей, открыли в себе новые грани и научились навыкам выступления и построения речи, в гимназии дополнительно введем курс ораторского искусства. В-третьих, в системе образования намного важнее вопрос не что, а как преподавать. Как сделать так, чтобы материалы усваивались намного легче, проще и веселее? Визуализация. Известно, что визуальная информация, она закрепляется и усваивается в 60 раз быстрее, чем просто рассказ или стандартный урок. Именно поэтому на каждый тезис, на каждую мысль приводится изображение, соответствующее теме урока. Это могут быть карты, таблицы, изображения животных, анимации. Все это стало возможным благодаря интерактивной доске и уникальному программному обеспечению, которое скорректировано программистами специально под задачи гимназии для удобства пользования учеников. Четвертое и немаловажное, чему также выделено особое внимание в гимназии, это, конечно же, здоровье детей. Согласно статистике, подавляющее большинство учащихся в обычных школах уже после начальных классов страдают нарушением осанки, что приводит к плохим последствиям в будущем. И для предотвращения этого в учебной программе гимназии предусмотрены уроки физкультуры, где с самого начала предупреждается развитие проблем с осанкой и шеей с помощью специального комплекса гимнастических упражнений. Ну и пятое, конечно же, это прозрачность. Каждый родитель имеет доступ к личному кабинету своего ребенка и может в режиме онлайн посмотреть успеваемость, выполнение домашних заданий и многое другое. Каждый день после каждого урока учителя пишут отчет о том, как ваши дети отвечали, что у них хорошо получилось, над чем следующее поработать. И вы можете в режиме онлайн написать в чат учителю и задать ему интересующие вас вопросы. Если в двух словах онлайн-гимназия Адель делает все возможное, чтобы будущее ваших детей было здоровым и успешным, запишитесь на консультацию прямо сейчас, и специалисты ответят на все ваши вопросы.